В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город» в студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте! Расселение из аварийного жилья, благоустройство территорий, помощь участникам СВО. Итоги социально-экономического развития Каменогорского городского поселения обсудили на отчетном собрании. Среди главных достижений местные власти назвали новый спортивный комплекс. Достижения – это у нас физкультурно-оздоровительный комплекс. Это парк, это детские площадки, которые у нас присутствуют и в поселках, и здесь. Говорили и об обеспечении жильем. В прошлом году муниципалитет принял участие в реализации программ переселения граждан из аварийного жилого фонда и ликвидация ветхого и аварийного жилья. Пострадавшему в результате пожара в прошлом году по данной программе была приобретена двухкомнатная квартира общей площадью 43,2 квадратных метра в городе Каменогорск. Общей стоимостью 3 миллиона 29 тысяч 565 рублей. Предоставление жилых помещений очередникам в освободившемся в муниципальном входе производилось в прошлом году. И граждане, которые получили жилье по субсидии в соответствии с жилищными программами. Также у нас три семьи, это 13 человек, улучшили свои жилищные условия из числа состоящих на учете нуждающихся малоимущих граждан. Среди участников собрания были и представители районной администрации. Для заместителя главы Натальи Михайловой этот зал практически родной. Когда-то она возглавляла местную школу, а позже и администрацию Каменогорского поселения. В своем выступлении озвучила некоторые достижения сегодняшнего руководства. В 2023 году у нас очень хорошая спортивная площадка введена в строй около Бородинской школы, в поселке Бородинская. В этой школе только, скажем, в здании начальной школы введен в эксплуатацию. Отремонтирован пищеблок и обеденный зал. У нас отремонтирован на территории поселка пруды в детском саду пищеблок проведены работы. Кроме того, по словам Натальи Михайловой, в этом году в Каменогорской и Бородинской школах откроются образовательные центры точки роста. Активное развитие поселения отмечают и местные депутаты, которые работают в тесном взаимодействии с администрацией поселения. Мы едем по городу, везде светло, современный сквер, современные магазины появились, спортивный комплекс, ну, они все отремонтировали. Коммунальное хозяйство по-прежнему в центре внимания. Как было отмечено, серьезных сбоев в работе котельных, тепловых и канализационных сетей не наблюдалось. Локальные аварии в отдельных многоквартирных домах устранялись силами управляющей компании. В прошлом году за счет местных бюджетных средств заменили участок аварийной теплотрассы. Среди особо сложных вопросов – водоснабжение. Самый первый вопрос, который остро стоял на повестке дня, это обеспечение водоснабжения и существующих зачастных сооружений. После этого уже было и этот вопрос решен, и потом были мечты. Не обошлось без церемоний награждения. Самым активным землякам вручили благодарственные письма, в том числе за оказание поддержки военнослужащим, участникам СВО. «Последняя была отправка в декабре. Мы нашим ребятам отправили большую посылку совместно с женами. Жены очень много тоже помогают. Маскировочные сети, еда очень просит, вкусняшки бывают. Но очень много стройматериалов. Есть еще неодноклассник, он просит не называть свое имени. Он очень много помогает большими суммами. Тоже много стройматериалов и различных инструментов закупает. И мы передаем». То, что Каменогорск активно развивается, подтверждают местные жители. По их словам, за последние несколько лет достигнут заметный прогресс. Основными задачами на текущий год власти называют снос восьми аварийных расселенных домов, улучшение качества воды, установку детских спортивных площадок и благоустройство территории вокруг нового спорткомплекса. В завершение мероприятия выступили творческие коллективы. Татьяна Анкудович, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Выборка готовится к важным февральским датам. 15 числа будет отмечаться День воина-интернационалиста. 23-го – День защитника Отечества. В районной администрации состоялось совещание, на котором обсуждали организацию памятных мероприятий. К разговору были приглашены представители силовых структур, Совета ветеранов, Комитета образования, культуры и дорожного хозяйства. В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в сквере «Мужество» пройдет митинг. Он будет посвящен 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Это действительно очень значимые даты, и поэтому задолго до того, когда мы будем праздновать, отмечать эти даты, мы выделили сегодня ключевые позиции, над которыми будем работать. Обязательное мероприятие будет проходить на площади выборских полков. Это 23 февраля. Будем вести переговоры с нашей каменской бригадой, которую мы хотим тоже видеть на этом мероприятии. Это, конечно, и наши погранвойска, это и наши таможни, это и наша разгвардия. 23 февраля к подножиям воинских мемориалов возложат венки и цветы. Если позволит погода, то в 12 часов на Инсиндантской горе пройдет традиционный мотокросс. Запланирован на этот день и праздничный концерт для жителей города, а также фейерверк на стадионе «Авангард». Усадебный дом парка Монрепо принимал триумф поколений. Накануне здесь был дан старт году семьи в Ленинградской области. Мероприятие проходило в формате костюмированного бала. Настроение собравшимся создавал струнный ансамбль. Со всего региона сюда приехали семьи, в составе которых представители разных поколений. От самых младших до прабабушек и прадедушек. Встретиться с династиями пришли главы Выборгского района Дмитрий Никулин и Валерий Савинов. Участников торжественного мероприятия приветствовал губернатор Александр Дрозденко. Мы как-то все время привыкли гордиться трудовыми династиями. Вот у нас есть династия в таком-то предприятии или в таком-то сельском коллективе, или у нас есть династия учителей, династия врачей. Но мне кажется, мы абсолютно правильно возвращаемся к понятию династии семьи. Семья, наверное, самая сложная по организации, что может быть в жизни. Работать нас учат в специальных учреждениях, и в школах, и в университетах, и в техникумах. Работать в коллективах нас учат сам коллектив. Дисциплину нас учат наши начальники. А вот научиться быть дружной семьей невозможно. Таких школ нет. Это только школа жизни и опыт, который передается от старших к младшим. Представители семейных династий установили на импровизированной карте горящие свечи, символизирующие семейный очаг. После оформления инсталляции в зал внесли капсулу с огнем, частью всероссийского семейного очага, зажженного в честь года семьи. Огонь привезен из храма Свято-Труицкого женского монастыря города Мурома, в стенах которого покоятся мощи святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Конечно, не обошлось в этот день без гимна Ленинградской области. Ленинградская область воздольная, Я на меня, ты на свете одна. Запечатлеть себя в интерьере уютной усадьбы XIX века смогла каждая семейная династия, в том числе и семья Брончуговых из поселка Каменка Выборгского района. Ее глава Владимир – военнослужащий. После ранения, полученного в ходе СВО, он находится на реабилитации. Своих троих детей пара воспитывает в атмосфере любви, заботы и дружбы. Мои родители, Олины родители – это родители-друзья. То есть мы в одно время родители им, а в то же время и друзья, старшие товарищи. Чтобы у ребенка не было такого понимания, что это родители, это такая карательная организация, что он может и выслушать, и посоветовать, и подсказать, ну, иногда и наказать. В роли многодетной мамы Ольге вполне комфортно. Детей она любит не только своих. Поэтому и профессию выбрала соответствующую. Работает воспитателем в детском саду. Вообще я хотела иметь как мальчика и девочку. Вот, а мальчик и девочка уже были. И вот еще один мальчик у нас, третий. В общем, даже больше того, о чем мечтала. Двое уже в школе учатся, четвертый и второй класс. И мальчик, вот, четыре годика, младший. Для главных героев праздника были организованы мастер-классы. Писать письма в стиле 18-19 веков пером и чернилами учили на уроке каллиграфии. Также здесь можно было придумать свой собственный семейный герб. Для тех, кто не устал от танцев, по-прежнему играл оркестр. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Идея была всегда у меня сделать какой-то аппарат, который может человеку помочь с параличем нижних конечностей, встать, размяться, пройти. И главное, пройти безопасно и не упасть. То есть, вне зависимости от давности его нахождения на коляске. Выборжец Владимир Титов уже шесть лет социальный предприниматель. Открыть собственное дело подвигли сложности с трудоустройством. Мешала инвалидность. Не Владимиру, а его потенциальным работодателям. Но наш собеседник не опустил руки. Поначалу делал изделия из кожи. Затем замахнулся на собственную разработку – механический экзоскелет. Это такой гибрид тренажеров, способствующих реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. На тот момент фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области реализовывал первый грант для социальных предпринимателей. Я написал проект, представил его на данный грант и получил поддержку. Какого размера? На тот момент это было 400 и плюс надо было 50% своих. То есть, соответственно, были приобретены комплектующие. О том, как стать социальным предпринимателем, что дает этот статус и кто эти люди, рассказывают на семинарах и личных консультациях в Выборгском центре поддержки предпринимательства. Предприниматели могут и оказывать услуги социально защищенным слоям населения, инвалидам, детям. Сейчас внесли изменения в законодательство и признали социально защищенным слоям населения ветеранов СВО. Поэтому, когда предприниматели либо трудоустраивают таких социально защищенных слоям населения, либо с ними взаимодействуют, оказывают им услуги, реализуют их продукцию, произведенную социально защищенным слоям населения, такими гражданами, вот они имеют право получить статус социального предпринимателя. В Выборгском районе зарегистрировано около полусотни таких бизнесменов. Как правило, они оказывают образовательные, спортивные услуги детям и пенсионерам. Есть среди них и люди с ограниченными возможностями здоровья. Один из примеров – Владимир Титов. Инвалидность дает право признать человека социальным предпринимателем. К Владимиру мы еще вернемся в ближайших выпусках нашей программы, ведь его разработка достойна отдельного сюжета. А пока расскажем вам о самозанятом, еще примеряющем на себя статус соцпредпринимателя. Эдуард Емельинович примерно месяц назад открыл в исторической части Выборга фотокабинет. Фотографируют посетители по технологии, разработанной в 1850 году. Она называется амбротипия. Обыватели еще говорят, что это своеобразный полароид XIX века. Многие знают способ даггеротипия. Это самый первый способ, открытый даггером французам. Это амбротипия. Она делается значительно быстрее и безопаснее, нежели даггеротипия, потому что в даггеротипии используются пары ртути. Здесь таких явных химикатов нет. Здесь мы, соответственно, бесплатно показываем, как этот процесс происходит, как подготавливаются пластины, как химия применяется. Рассказываем различные особенности, исторические факты об этой фотографии. Суть амбротипии заключается в получении и последующем закреплении позитивного изображения на стеклянной пластине. Раз, два, три. Снимаем. Фотографируемый должен 20 секунд сидеть неподвижно, не слишком активно моргать и спокойно дышать. Стоп, снято. Все, можно расслабляться, можно спидать. Вот это предварительный результат, что у нас получается. А дальше уже процесс фиксации. По словам Эдуарда, в России сегодня этот способ используют не более полусотни человек, ведь он весьма трудозатратный и требует от мастера определенных навыков. Поэтому фотограф и проводит бесплатные мастер-классы для всех желающих в доме 4А на улице Краснофлотской. Важно учитывать, что у учеников не должно быть астмы, аллергии на химические элементы и возраст не младше 7 лет. Кстати, именно детям процесс создания фотографии нравится больше всего. Взрослые люди, они еще могли застать период проявки фотографий, как делали в советский период истории, когда там ванны закрывали в черной комнате, а маленькие дети, молодежь, даже 25 лет, они вообще не знают, как это могло происходить раньше. И, соответственно, мы показываем, людям очень нравится, как сам процесс этот происходит. Эдуард, оказывающий образовательные услуги для детей, вполне может стать социальным предпринимателем. В этом случае он будет претендовать на субсидии и гранты в размере до 500 тысяч рублей. Кроме того, статус дает право снизить ставку по налогам до 1% и ряд других преимуществ. О них всегда готовы рассказать подробно в Центре поддержки. Там напоминают, действующим социальным предпринимателям необходимо ежегодно подтверждать свой статус. Для этого следует подать заявление и продолжать пользоваться государственными мерами поддержки. Людмила Перминова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Мечта Никиты Савченко однажды уже была исполнена. Неравнодушные люди помогли собрать деньги на покупку дорогостоящих слуховых аппаратов. Они заметно изменили жизнь мальчика. Он стал гораздо лучше слышать. Сейчас семья вновь вынуждена просить о помощи. Наши корреспонденты узнали, по какой причине. Нашу беседу Ольга Старченко, мама Никиты, начала со слов благодарности всем, кто в прошлый раз помог приобрести слуховые аппараты. Это было в 2019 году. К сожалению, их срок службы истек. В любой момент они могут дать сбой, и Никита перестанет слышать. За это время аппараты успели подорожать. Стоимость на сегодня более 470 тысяч рублей. Их улучшили. Например, оснастили функцией Bluetooth, через которые можно удаленно делать настройки. Раньше на это приходилось тратить немалые суммы. Мы постоянно, мы в Питер постоянно, каждый месяц, раз в два-три месяца, когда как получится, много раз за год мы ездим в наш центр слуха к нашему сурдологу и настраиваемся. А так мы сможем настраиваться удаленно, дистанционно. Через специальное приложение Никита подключается уже в новых аппаратах. И сурдолог, сидя у себя в кабинете, делает ему аудиометрию, корректирует настройки. Сейчас он, кстати, в демо-версиях этих слуховых аппаратов. Покажи, Никита, аппаратики. Они по цвету отличаются, а так они, может быть, чуть-чуть поменьше. Сейчас Никита учится в седьмом классе. Он на домашнем обучении. Копилка его похвальных листов за отличную учебу успела пополниться. С момента последнего интервью интересы мальчика не изменились. Он также занимается программированием и по-прежнему хочет развиваться в этой сфере. Сейчас я иду от простого к сложному. И хочу в итоге достигнуть того, чтобы я мог писать какое-то низкоуровненное программное обеспечение. Это операционная система, такие вот вещи. И к этому постепенно двигаюсь. Например, у меня была идея создать ядро, которое совместимо с прикладным ПО Линукса, но пока у меня недостаточно знаний, чтобы такое осуществить. По-прежнему в жизни Никиты есть место поэзии. Уже сложилась добрая традиция – читать зрителям стихотворение в нашем эфире. Сегодня прозвучит произведение Вадима Шефнара «Миг» о ценностях жизни. Не привыкайте к чудесам, дивитесь им, дивитесь. Не привыкайте к небесам, глазами к ним тянитесь. Приглядывайтесь к облакам, прислушивайтесь к птицам, прикладывайтесь к родникам. Ничто не повторится. За мигом миг, за шагом шаг. Впадайте в изумление. Все будет так и все не так. Через одно мгновение. Недавно Никите поставили новый диагноз – миопатия. Это группа хронических прогрессирующих нервно-мышечных заболеваний, которые характеризуются первичным поражением мышц, что может привести к снижению их силы и ограничению двигательной активности, вплоть до атрофии. Раньше мы не придавали большого значения, думали, просто он не такой спортивный, как все дети. У него было перинатальное поражение нервной системы и связывали это с неврологией. Но делали массажи, ЛФК, принимали меры, пили препараты и думала, что гипотонус мышц с этим связан. Но в последнее время заметили, что уже это как-то прогрессирует. Чтобы замедлить прогрессирование заболевания и не допустить атрофию мышц, нужно правильно подобрать терапию. Для этого необходимо пройти генетическое обследование стоимостью 150 тысяч рублей. Общая сумма сбора составляет 623 тысячи 400 рублей. У семьи нет возможности за короткий срок накопить ее, поэтому они снова обращаются с просьбой о помощи. Без нее они не справятся. Я с Никитой одна, я его воспитываю одна, и мы снимаем жилье, и все деньги уходят, и нет возможности приобрести самостоятельно, вынуждена обращаться за помощью. Реквизиты для помощи на вашем экране. Карта, куда можно отправить деньги без движения личных средств для ведения сбора. Ольга Старченко каждый день выкладывает в группу во Вконтакте отчеты с банковскими выписками. На сегодня собрано более 80 тысяч рублей. Мы верим, что мир не без добрых людей, и надеемся, что вскоре сообщим вам о том, что сбор средств закрыт. Галина Давыдова, Александр Сорокин, Медиагруппы «Наш город». Турниру «Белая ладья» уже больше 40 лет. Он проводится в четыре этапа, начиная от отборочного и заканчивая всероссийским. Муниципальный проходил в Выборге на базе гимназии номер 11. Здесь собрались лучшие шахматисты своих школ из Выборга, Приморска, Каменогорска, поселков Коробицыно и Первомайское. Последние три года соревнование проходило в онлайн-формате из-за пандемии. Однако желающих принять участие меньше не стало. Популярность не падает, а в целом растет. Это видно и по интернет шахматам, и в целом интерес шахмат как в городе, области, так и в целом в стране. Действительно, ведь многим известно, что этот вид спорта развивает внимание, концентрацию и умение планировать свои действия. Например, Сергей Копылов увлекается шахматами уже несколько лет. Он уверен, что это очень полезно. А на турнир приехал за победой. Хотя знает, что соперники здесь сильные. Да, мне давно нравились шахматы, прям с детства. Дедушка у меня играет, вот, понравилось им. Теперь вот шесть лет уже. Помимо профессионалов, на турнире были и любители. Ученики Коробицинской школы отдают предпочтение не только традиционным урокам физкультуры. Таким интеллектуальным видом спорта, как шахматы, они тоже занимаются с удовольствием. Навыки примерно где-то есть. Шахматы – это хороший вид, когда ребята говорят, давайте лучше побегаем. Я говорю, ребят, ну, шахматы – это олимпийский вид спорта. Люди занимаются, а мы любители. Мы любители, но это нам нравится, и я сама играю, и периодически мы с ними этим делом занимаемся. По итогам турнира сильнейшими игроками оказались ребята из 37-й, 12-й и 8-й школ Выборга. В феврале их ждет поездка на областной этап, который пройдет в Волхове. Полина Сорокина, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». На этом все. Напомню, что следить за самыми интересными новостями вместе с нами вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин